Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. И сегодня, как я уже сказал, тема обсуждения будет Афганистан. Рома, ты вкратце переведи, потому что сегодня Рома отдувается еще из-за переводчика. Роман Фридич. И вам добрый день. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы нашли время для нашего подкаст-разговора. Да, guten Tag, Frau Mandela. Ich möchte mich gerne auch bei Ihnen bedanken für die Zeit, die Sie auch gefunden haben, damit Sie auch mit uns ein bisschen sprechen können. И можете, может быть, что-то не сказал, представиться для наших слушателей, чем вы занимаетесь, где вы работаете. Vielleicht könnten Sie sich jetzt auch vorstellen, was Sie genau machen, wo Sie arbeiten. Erstmal guten Tag zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich hier die Möglichkeit habe, etwas über meine Arbeit zu sagen. Ich bin Gisela Mandela, 63 Jahre alt. Ich bin seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich bin Mitglied im Verteidigungsausschuss und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Außerdem bin ich stellvertretende Vorsitzende der CDU Köln und stellvertretende Vorsitzende der Frauenunion Nordrhein-Westfalen. Ja. Давай, Roma, жги. Но можешь возрастный называть. Хорошо. Возрастный... Alter, last nummer aus. Das ist ein Volgier. Aber... Спасибо большое, что вы меня пригласили. Меня зовут Gisela Mandela. Я с 2013 года являюсь депутатом от CDU in Deutsche Bundestag. И являюсь членом двух комитетов, а именно один комитет – это Fertadegumsausschuss, это значит комитет обороны, и комитет Auswertige Ausschuss, это по международным делам. Также, помимо всего прочего, я являюсь заместительницей председателя нашего городского CDU, CDU Köln. И я уже достаточно долго нахожусь в политике, а что-то опустил? Нет. Я думаю, если ты что-то опустил, наши уважаемые слушатели тебя поправят в комментариях. Итак, начнем. С 2001 года США, а также силы коалиции, союзники США начали военную операцию в Афганистане после террористических актов 11 сентября. Аuerית? Seit 2001 года США и Сандартат США вместе с полей, союзников Сандартными... НАТО-Streитkräfte zusammen были в Афганистане. Seit diesem Terroranschlag, это было ziemlich schnell. Официальные цели операции были. Я их специально выписал. Придется зачитать, если я что-то не помню. Первое – это свержение режима талибов. Освобождение территории Афганистана от влияния талибов. Пленение и суд над участниками Аль-Каиды. И первый вопрос – достигнут ли все эти цели? И первая вопрос – были все эти цели erreicht? Это были три официальные цели, эти цели американские цели. Они сказали, что мы после 9-11 как НАТО-Партнер на Афганистан. И мы сказали, что мы вместе с Америкой раз. И мы вместе с Америкой раз. Вы сами сказали, что мы после террористического акта 11.09 как партнеры по НАТО с США зашли на территорию Афганистана с точной заявленной целью, что мы вместе заходим и вместе выйдем. То есть самая главная цель являлась то, чтобы разбить Аль-Каиду и, так сказать, от влияния Аль-Каиды избавить Афганистан и соседних стран. Для этих целей мы около 250 человек в Афганистане, так сказать, обучили как солдат. А параллельно к этому мы строили дороги, больницы, занимались развитием инфраструктуры. Но что для меня самое важное, это то, что мы обеспечили возможность для женщин и для девочек посещать школу и самим определять, где они будут учиться, что они будут делать, работать, за кого они будут выходить замуж и так далее. Наша самая большая надежда была, что при всех наших усилиях мы сможем достичь того, что правительство Афганистана будет в состоянии само определяться, само строить свое общество и достигать определенных целей. Но, к сожалению, мы этой цели не смогли достичь. Мы видим, что сейчас в данный момент Талибан, только придя к власти, они сразу начали запреты девочкам и девушкам студировать, посещать школу. Это большая деградация, большой шаг назад. По-моему, даже женщинам нельзя выходить на улицы без сопровождения мужчин. Даже, чтобы женщины не уйдут женскую поддержку на улице. Реально. Но самое большое разочарование было, что афганская армия и Талибан, это страна, что афганская армия абсолютно без сопротивления отдала Афганистан в руки Талибан. Они просто сняли свою Униформу, всю технику, вооружение, которую мы им предоставили, без каких-либо усилий. Таким образом, мы должны сделать выводы из этой ситуации. Тоже, что касается и других иностранных операций. В данном случае, например, имеем дело с государством Мали, где мы серьезно очень подумаем над тем, каким образом или вообще будем ли мы там оставаться. Это тема для следующего бундесрегирования и обсуждения этого в Бундеставле. Мы были очень удивлены, очень, так сказать, на нас это свалилось неожиданно, то, что Талибан так быстро продвигается. Ни одно из разведывательных служб не сообщило нам о такой потенциале, о такой потенции этого движения. Таким образом, мы были просто полностью перегружены той ситуацией, что военный аэропорт, военный аэродром был заполнен практически массами людей, так как гражданский аэропорт был закрыт. И мы в первую очередь должны были, конечно, стараться тех спасти и вывести из Афганистана, те, которые работали на нас, на нашу миссию в Афганистане. То есть нам удалось, по крайней мере, около 6 тысяч человек спасти из наших бывших помощников, но мы знаем о том, что большое количество прячется, находится в подполье, не смогло быть спасено нами, и мы знаем, что пытаются люди спастись через границу с Пакистаном, уйти в Пакистан. А что этим людям грозит, которые сейчас еще находятся в Афганистане? Да, понятно. Но человек из Москвы, которые сейчас находятся в Афганистане, больше солдат, много людей скотт вrakнут身 в афганистане, вак Turningplащах, , вот они насквали и торгие, жители в Афганистане и у нас, да и нашу миссию для них, это импетрия в служении, защищения в Афганистане, которые ваше пружие в вак 3 году, и в Афганистане в Афганистане, то есть этим людям конечно грозят пытки и очень обоснованные страхи такие пытки и смерть то есть казнь они прячутся в подвалах и мы также чувствуем свою ответственность как бы в гуманитарном смысле перед афганистаном потому что сейчас афганистан находится на краю гуманитарной катастрофы где не хватает многим жизненно необходимых продуктов и так далее я вставлю немножко информацию прямо сегодня читал что огромная очередь около банков люди пытаются снять деньги и не всем дают то есть надвигается как и знаем экономическая катастрофа об счете глядя сезон и ризин ваты слаган во банке филиален стоят, потому что люди не могут быть в лагере, что это не возможно для того, чтобы деньги обозвали. И у нас есть еще одна мысчастливая кризиса, чтобы они не даже для себя себя осознать. Да, у нас есть еще одна мысчастливая кризиса, и мы должны видеть, что в афганистане не очень много кризиса. И у нас есть очень большая проблема, что в афганистане который Дрогенхангл, да, многие люди речь gemacht, но этот Дрогенхангл entsпечет natürlich не для Верховного представлениям для Талибан. Что должны они сейчас делать? Стои они сейчас дроны зерстырали или должны они dafür sorgen, что в любом случае есть еще и в любом случае у них есть. Они должны сейчас eine Regierung bildать и они должны dafür sorgen, чтобы их люди не в Афганистан не верумят. То есть, короче говоря, на самом деле экономический кризис уже присутствует в Афганистане. И ситуация такова, что вообще Афганистан не имеет такого слишком экономической силы. Вся экономика Афганистана базилась в основном на торговле наркотическими веществами, наркотическим сырьем. И пришедшее ныне к власти правительство Талибана имеет совершенно другие представления, ценностные представления. И для них наркотики это абсолютное ноу-го, то есть они не могут ничего с этим начать, они не согласны строить, базировать экономику страны на таком спорном сырье, на таких спорных продуктах. И сейчас стоит вопрос, каким образом они собираются вообще свою страну экономически развивать, потому что альтернатив-то как бы и нет. Хотел бы добавить, что за последние 10 лет наркотирговля выросла в 4 раза в Афганистане. Но при этом представители Талибан не раз заявляли, что они против наркотиков, наркотирговли и хотят строить общество по своим законам, на религиозным, которые никак не могут совмещать с наркотрафиком. Поэтому мы перейдем к следующему вопросу. Какую роль играла Германия в этой коалиции вместе с американцами? Я имею в виду, за какой сектор Германия отвечала в этом военном конфликте. Какая роль Германия в этом конфликте, или в какой секторе был Германия в этом конфликте? Вообще, когда президент Трумп и президент Байден осъяблены выбрали사를 руку, то есть дамы три месяца в этом севера, которые уже исходили в Дорога. Паргинский дам ответственный партнер в Дорога, потому что в Афганистане было больше вероятность в Афганском. И теперь мы должны это остальное вероятность, которое мы имеем к нам, мы должны говорить с Талибанами, чтобы устранить человеческое катасштабо. До того еще, когда Трамп ушел со власти, велись уже первые разговоры с Талибанами, это был вдох, и Германия была одним из важных партнеров в этих разговорах. Почему? Потому что существует очень огромный кредит доверия со стороны Германии. Мы должны постараться, чтобы этот кредит доверия не был исчерпан, чтобы Германия продолжала на основании этого доверия продолжать избегать, пытаться избежать вот этой гуманитарной катастрофы, которая может наступить. И таким образом мы должны разговаривать с Талибанами, то есть это необходимое сейчас условие для того, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. Есть ли информация, как вообще представители Талибана относятся к Германию? Потому что еще полтора недели назад они приглашали Ангела Меркель к себе в гости. Какие информации имеют, как Талибан, где гуманитарной катастрофы? Я уже сказал, что это вероятно, что эмоции от Афганистан от Афганистана от Афганистана на Афганистан. И мы используем очень часто, чтобы с ним общаться, с людьми, с людьми, с людьми, с людьми, с людьми. Это не просто, и это не так, и это идет иногда, которые не идут, которые не будут общаться. Я думаю, что с людьми очень сложные встречи с людьми, но они тоже готовы, Как я уже говорил, существует большое доверие по отношению к немецкому правительству. И мы будем, так сказать, используя, может быть, какие-то нетрадиционные дипломатические каналы, дипломатические пути, все-таки будем вынуждены оставаться в диалоге с талибанами. Это будет достаточно тяжело все-таки с талибанами. Они понимают, что у них сложности, поэтому они идут на этот диалог. Но мы как бы должны пытаться пройти этот путь, и мы должны также работать с соседними странами, которые могут нам помочь в этом диалоге с талибанами. И deshalb haben wir schon mit den Regierungen auch zum Beispiel in Pakistan und Uzbekistan, Tatschikistan gesprochen. Как, например, мы поговорили с правительством Таджикистана, Узбекистана и Пакистана об этом. Есть ли информация, сколько немецких солдат или граждан погибло за эти 20 лет в Афганистане? Есть ли информация, сколько немецких солдат или немецких граждан в Афганистане в Афганистане? Да, у нас 59 солдат, и они погибли, конечно, за Германию, но и вообще за весь мир и за общие человеческие ценности. Мог ли Германия отказаться от участия в этой военной операции? Мог ли Германия отказаться от участия в Афганистане в Афганистане в Афганистане? Мы не могли, так как мы создали НАТО, НАТО это организация, где добавляет себя, где существуют определенные обязанности и договоренности между различными партнерами. И если коллективно решается какая-то вещь, то мы не можем. Но мы должны, как Европа, тоже быть достаточно сильны в военном отношении. И укрепляясь таким образом, мы можем более значимую роль играть на интернациональном уровне. К 31 августа США объявили о выводе войск Афганистана. И, как показывают СМИ, это было очень поспешно, что многие союзники даже не успевали вывести своих людей. Почему так произошло? Неужели нет какой-то договоренности между странами НАТО, чтобы все успели? Потому что мы помним эти кадры, когда люди падали с самолетами. Но я много не говорил, ты попробуй как-то скомпоновать, перевести. Афганистан. 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 население поддерживает талибов поэтому вопрос может быть население афганистана не хочет жить демократически in the 80-м январь совета унион от афганистан оккупировал 20 ягод waren die vereinigten staaten zusammen бюджет партнер в афганистане гидокт wir sehen aber so ein phänomen dass taliban starke rückendeckung unterstützung von der von der bevölkerung afghanistan auch bekommt wäre es vielleicht also ist es vielleicht so dass bevölkerung von afghanistan überhaupt nicht demokratisiert werden will dass die das auch sich auch nicht wünschen dass die er für andere regierungsstile und regierungsmethoden empfänglich sind es war auch nicht das ziel des einsatzes demokratie nach afghanistan zu bringen vielleicht war es der wunsch von vielen eben einfach nur die menschenrechte einzuführen in afghanistan aber wir können nicht davon ausgehen dass wir länder wie afghanistan von außen heraus demokratisieren können das müssen die afghanen von innen tun das müssen sie selber tun dazu haben wir in europa und in deutschland mehrere jahrhunderte gebraucht um demokratisch zu werden das ist ein langer prozess den man nicht von außen oder von oben überstülpen kann das nicht weiss das nicht war unsere intenzial ist es nicht war unsere celle in die dämotation in die dämotation in die dämotation es ist es eher alles auch alles zu bezüglichen die dämotation elementarische menschliche прав die dämotation muss sein der dämotation muss ausdessen sein То есть сами афганцы должны идти по этому пути и даже мы в нашей стране, нам понадобилось Германии несколько сотен лет для того, чтобы дойти до того состояния, то есть для того состояния общества, в котором мы сейчас находимся. В последние годы Афганистан получал значительную финансовую поддержку от Европы, это не секрет, так как экономика разрушена. Как сейчас эта финансовая помощь, будет ли она продолжаться, когда у власти стоят представители Талибан? В последние годы Афганистан получал большую финансовую поддержку. Как выглядит это сейчас в будущем? Афганистан получает финансовую поддержку от Европы? В последние годы Афганистан поставил очень много денег в развитую помощь, в последние годы, и мы остановили ягодные силы. Мы в свое время действительно много средств вложили в помощь, в развитие здоровья. страны. Сейчас в данный момент мы прекратили все выплаты, мы должны посмотреть, как будет развиваться ситуация с властью талибанов. Что мы не можем прекратить на данный момент, это гуманитарную поддержку, например, поддержку в различных лагерях бенженцев на границах с Пакистаном и так далее. То есть это будет продолжаться наша поддержка, независимо от ситуации. Как сложно будет, по вашему мнению, договариваться с представителями талибан, потому что мы знаем, что это очень разрозненная организация. С одной стороны, они обещают поддержку женщин в их правах на обучение, прогулки. С другой стороны, ответвление от талибан, который также является сейчас официальной властью, что мы видим на видео, абсолютно против этого. То есть идут и казни, и выводятся люди во двор и расстреливаются. Насколько сложно будет договориться с Германией с Афганистаном? Это будут очень тяжелые договоренности и время покажет, как будет все хорошо. То есть самая важная цель, самая высшая цель это чтобы никакой опасности из Афганистана не исходило для западного мира. Те люди, которые были спасены с Афганистана, беженцы, у них есть возможность остаться в Германии, не возвращаться в страну, где их ждет расправа? Те какие-то там могут быть в Афганистане или можно попытаться zurück на Афганистан, если это возможность значить Вопрос-лав cartoon в России? Also grundsätzlich gilt ja bei uns die Möglichkeit, dass man Asyl beantragt als Flüchtling, bis jetzt sind noch nicht viele Flüchtlinge aus Afghanistan hierhin gekommen, weil der Luftweg ist abgeschnitten, der Landweg ist auch sehr schwierig, Ziel muss es sein, die Menschen möglichst in ihrem Land oder in den Nachbarländern zu halten, damit sie möglichst schnell wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Ja, in diesem Moment gibt es eine Möglichkeit, die Leute zu stellen, wie biechen zu stellen, aber in diesem Moment nicht so viel zu registrieren. Почему? Потому что воздушные пути были прерваны, именно по земле это очень сложный путь. Наша цель заключается в том, что может быть помочь им там на месте или в соседних странах, чтобы у них была возможность достаточно быстро вернуться обратно в Afghanistan. Wir haben bis vor ein paar Wochen afghanische Straftäter wieder in ihr Land zurückgebracht. Wir haben sie ausgewiesen, sie wurden ausgewiesen. Das haben wir im Moment gestoppt, aber ich denke mal, dass es wichtig ist, dass man Straftäter in Zukunft wieder in dieses Land abschieben können, weil Straftäter haben in unserem Land nichts zu suchen. Das heißt, недавно, буквально пару недель назад, некоторые преступники с afghanским подdienstом должны были депортированы обратно в Afghanistan. Aber ich denke, dass alle Menschen, die hier sind, wie biechen sind, wie biechen sind, die nicht in unserer Lande sind, in unserer Lande sind, und müssen sich deportiert werden in Afghanistan zurückgebracht. После 31. August мы знаем, что все аэропорты и другие способы вылета под контролем представителей Талибана. Есть ли еще какие-то возможности у тех людей, которые сейчас там прячутся, покинуть страну? Wir wissen, dass ab 31. August alles blockiert ist, auch Flughafen gibt es keine Möglichkeit. Was gibt es oder gibt es überhaupt die Möglichkeit für die Menschen, die dann da alle versteckt sind, Afghanistan zu verlassen? Ich weiß nicht, ob es allen Menschen gelingt, das Land zu verlassen. Ich weiß nur, dass der zivile Flughafen in Kabul wieder offen ist. Es gibt zwar keine deutsche Fluggesellschaft, die dort fliegt, aber die Kataris fliegen wieder Kabul an. Und vielleicht ist das in Zukunft eine Möglichkeit. Ich weiß auch, dass die Taliban einige Menschen ausreisen lassen. Es gibt jetzt eine große Flughafen in Afghanistan. Wir wissen, dass sie nicht in Deutschland haben. Wir wissen, dass es nicht mehr als Unternehmen gibt. Aber es gibt Kataris, die vielleicht in Zukunft vielleicht kommen. Wir wissen, dass sie viele Menschen ausfüllen sind. Wir wissen, dass viele Menschen ausfüllen schon ausfüllen. Например, во главе с Ахмадом Масудом, это сын известного всем деятелям. Будет ли Германия поддерживать силы сопротивления? Будет Германия поддерживать силы сопротивления? Не могу ответить на этот вопрос. И последний вопрос, каким вы видите будущее Афганистана? И последнее вопрос, как видите Афганистан? Это очень сложная вопрос, которую вы мне сегодня задали. Это последнее вопрос. Я надеюсь, что они с ним общаться, чтобы они с ним помогут. И я надеюсь, что Афганистан и ЕС не для них есть возможность. И что они с ним общаться, чтобы они вставят в Афганистане. Афганистан был коррупп. В президенте был полный. И я не могу, что это возможно, Афганистан в Афганистане не успокоен, потому что они не хотят. Deshalb muss es unsere Aufgabe sein, mit den Taliban zu reden, zu verhandeln und damit sie auch unter Druck einsehen, dass es keinen Sinn hat, diesen absoluten Gottesstaat, wie sie ihn nennen, in Afghanistan aufzubauen, sondern dass sie sich auch mit der westlichen Welt und auch mit Russland, mit der Türkei auseinandersetzen müssen. Ну, Роман, ты попался. Давайте. Это тяжелый очень вопрос. На самом деле, мы видим, что ситуация такова, что нам просто необходимо будет с «Талибаном», может быть, с помощью каких-то инструментов давления, попытаться им объяснить, что тема абсолютного теистического государства нами не может серьезно восприниматься, то есть мы не можем быть с ними, так сказать, в нормальном, в серьезном диалоге, и талибаны должны все-таки подстраиваться в мировой порядок, и, скорее всего, нам с ними придется выстраивать отношения, потому что прошлое правительство Афганистана на деле показало себя очень коррупционным, и, ко всему прочему, талибаны вообще не хотят их видеть в своих рядах или каких-то их представителей из прошлого правительства. Поэтому реальная политика заключается в том, что мы вынуждены выстраивать отношения с существующим правительством, а именно с талибанами, и не только отношения между Западом, а также с другими государствами, как Турция или Россия, то есть многовекторные такие отношения. Турция. Но без международного давления это не будет возможно. То есть наша надежда в том, что талибаны будут все-таки подстраиваться под общий мировой порядок. Я когда ехал на нашу встречу, по дороге видел предвыборные плакаты сегодняшней нашей гостей. Давай тогда, Ром, с тобой еще раз напомним, какой это округ, если кто хочет поддержать нашу собеседницу, как они должны проголосовать 26 числа, потому что ехал каждый третий плакат. Окей. Окей. Also, unterwegs. Hierher habe ich jedes третий плакат. Вчера with you. и Кольнер-Нордвестен. Я в последние годы много для людей здесь в моем городе. Я заработал для жизненных жизней, даже в городе Курвайлер. Я всегда прийду к людям. И поэтому я очень желаю, чтобы вы мне свои первые стимы, первые стимы Гисела Мандерла, и во-первых, вторые стимы, потому что наш кандидат Армин Ласчет – министр-президент в Норрянь-Вестфале, который в своем городе великолепно ведет и тому же я верю, что он хороший кандидат для Германии. Я уже в третий раз, так сказать, кандидируюсь в Бундестаг от избирательных округов Нипес, Эренфельд и Харвальер. А вы Харвальер знаете район по Роме? Рома у нас часто... Мы даже были гостями в Харвальере на видео. – Давай. – И вы приглашаетесь сердечно снова приехать к нам в Харвальер. – Спасибо. Что касается, например, моей деятельности, я очень близко знакома с проблемами многих людей здесь проживающих. И я считаю, что я достаточно много сделала и делаю для улучшения условий многих людей. И я приглашаю вас отдать ваш первый голос за меня, потому что я продолжаю дальше, так сказать, действовать в интересах людей и жителей этих районов. А второй голос я предлагаю вам и прошу вас отдать за ЦДУ, так как ЦДУ представляет одного кандидата в бундес-канцлеры, а именно Армена Вашета, который прекрасно ведет нашу землю. Нортран Вестфален, он проявил себя как опытный руководитель. И я думаю, что это возможность представиться ему в роли бундес-канцлера, то есть он сможет проявить себя таким же образом. Я хотел бы еще раз вас поблагодарить за этот разговор. Для меня политика это не партия, это люди. И после сегодняшнего разговора я уже от себя хотел бы наших слушателей, ну даже попросить тех, кто может голосовать в этом районе, отдайте свой голос за Гизелу Мандерну. Это очень приятный человек. И надеюсь, если все хорошо звучит, вы нам поможете организовать подкаст-интервью с будущим бундес-канцлером. И если все хорошо звучит, то может быть вы также помогите, какое-то интервью с Амином Ласчет, который будущим бундес-канцлером, организовать. Это я очень желаю. Я попробую это попробую. Но только в следующей неделе, потому что до следующей недели, мы, Кандидаты и Кандидаты, конечно, сегодня вечером до вечера, вечером до вечера, чтобы мы поздравляем за нашу работу. И в конце концов, я бы хотел сказать, что мне как Христин особенно особенно семьи и дети в сердце. Конечно, я это сделаю, но, скорее всего, только со следующей недели это будет возможно, потому что сейчас у нас с утра до вечера термины расписаны. И, естественно, конечно, я это очень охотно сделаю. Я еще хотел добавить, что я как мне, как христианке, тема семьи и дети, они очень близки, и я, так сказать, буду стараться и дальше себя в этих областях, так сказать, ангажировать. Друзья, всем счастья, здоровья, до новых встреч. Спасибо. До свидания. Спасибо тебе. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.